Фэшн коллекшн объявляет конкурс! Соберите 10 выпусков журнала, вышедших в Сургуте, принесите к нам в редакцию и участвуйте в розыгрыше! Главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей от салона кожи и меха «Солени Коллизионе». Подробности по телефону 221 555 и на сайте indefisnews.ru «Солени Коллизионе» Торговый центр «Новый мир» и торгово-развлекательный центр «Вершина». В Сургуте прошло совещание по вопросам ликвидации ветхого и аварийного жилья. Его провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Халманских. Участие в совещании приняли губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Игорь Халманских назвал темпы сноса жилья крайне низкими, а к 2017 году, согласно задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным, таких домов вообще не должно остаться. Между тем, в целом, по Урфу аварийными можно назвать более 9 миллионов квадратных метров жилья. Насколько возможно установленные сроки ликвидировать ветхий и аварийный фонд, но здесь, коллеги, это не обсуждается. Сроки президентом поставлены до 1 сентября 2017 года, и все субъекты эти задачи должны выполнить. Все проблемные вопросы, с которыми сталкиваются субъекты при решении этой задачи, мы обязательно будем в трассе им помочь решить. Крайне важным Игорь Халманских назвал соблюдение законности и прав граждан при переселении, когда люди отказываются выезжать по причине некачественного жилья, предоставляемого взамен аварийного. Такие случаи необходимо пресекать, подчеркнул полномочный представитель президента. Между тем, в Урфу программы по вводу нового жилья выполнили все субъекты, кроме Свердловской области. В 2014 году из ветхого фонда переселяли только в Тюменской области, где было снесено 6 домов и около 200 человек переехали в новые квартиры. В Сургуте только из балков нужно переселить более 4 тысяч семей. Механизмы для этого есть, но нужно сокращать административные барьеры, отметила губернатор Югры. Вообще на задание президента нам нужно около 5 миллиардов рублей, это 187 тысяч квадратных метров жилья. Ход исполнения этой программы говорит о том, что у нас есть высокие шансы справиться с этой задачей. Известна статистика, на которую влияет в том числе и некоторые проблемы прошлых лет. Мы ежегодно прирастаем таким жилым фондом больше, чем на 100 тысяч квадратных метров. Вот у нас по игре сносим около 150 тысяч, прирастаем столько же или больше.